Всем привет! Вы на канале Наша Жизнь в Америке и сегодня я очень устал. У нас сегодня заменили наш на последний парень, на вот этой самой большой, заменили кабинет, но кабинет, в котором, ну как это плохо сказать, работает цвет, вот эти рамки дневного света, она моргает. Для меня это равносильно тому, что находиться в пыточной камере, потому что у меня начинает голова болеть, в общем, день закончился на таблетках. Начался он с очень интересной темой, мы сегодня по Women's Study. Я вообще не понимаю, чем это относится к феминистам, но, наверное, все-таки мы еще будем изучать права всех меньшинств, подвидах. Вот, рассказывали и показывала нам кино она о трансгендерах. Вот, это тот, кто родился с одними биологическими признаками, а считает и ощущает себя другими. Короче, кто родился мальчиком, чувствует себя девочкой. Да, и вот мы смотрели документальное кино, вот, там рассматривали мы несколько историй взрослого человека, маленького ребенка, ему сейчас, ну, на тот момент съемки фильма ему 6 лет было и девочке 12 лет. Наверное, больше всего меня, как бы так, растрогало и зацепило ситуация с 12-летней. Теперь уже девочкой, но вообще она мальчик. Ну, она себя ощущала все время девушкой и девочкой. И ее мама очень долго сопротивлялась, и когда ей было 9 лет, разговариваясь о том, что она девочка, она начала очень, как это правильно сказать, он начал говорить о том, она. Ну, короче, вот этот ребенок о том, что он девочка, начал говорить очень рано. Ну, мама очень сопротивлялась, всячески там таскала по психологам, все, и когда было 9 лет, это и... Девочке. Мальчик. Еще тогда мальчик. Она подошла к маме и сказала, что для тебя будет лучшим вариантом, если меня не станет, потому что, типа, вопрос талит уже очень, типа, остро. И мама переночевала с этой мыслью, и с следующего дня она стала поддерживать полностью дочку. Она уже проснулась с пониманием, что у нее дочка. Сейчас девочка, ну, на момент съемки девочке уже 12 лет, она выглядит как девочка. У нее вот черты лица, ну, вот мужчину же можно понять, а тут, ну, вот реально, наверное, те случаи, когда... Что-то пошло не так. Очень мягкие черты лица. Ну, вот, ну, скажи, да, но никогда не поверишь. Вот. Они сейчас уже будут проходить в подростковом периоде, уже можно начинать колоть гормоны, чтобы у нее там грудь начинала появляться, там, чтобы волосы не росли на лице. Она абсолютно счастлива, и судя по тому, как мама давала интервью, она полностью приняла эту ситуацию, и она решила, что правильно поддерживать своего ребенка. Ну, в общем, как мы, Сережа, говорим, главное, чтобы каждый пошел в чем хотел. Как говорили, уродские пельмени. Да. Вторая ситуация, я не знаю, но, может быть, это действительно и начинается в таком возрасте. Родились два близнеца, два мальчика. Один мальчик в три годика сказал, что он не мальчик, он девочка. Он стал просить покупать ему платья, все. И родители как-то его сразу поддержали. Они не начали ему там говорить, нет, 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 это нельзя. Они его поддержали. Ну вот. И сейчас уже ему шесть лет, он входит в киндергаден, и в киндергаден никто не знает, что он мальчик. Но он еще мальчик. Ну, у него гениталии мальчика. Он, естественно, как ребенок никакой там этой гормональной терапии не имеет. Какого-то это было? Вороськи у него курчавые, красивые. Они проходили обследование у врачей, у специалистов ранее там психоэмоционального состояния. И да, он ощущает себя полностью девочкой. Может, оно так и начинается в таком раннем возрасте. А другая история. Мужчины, он детский хирург. В другом случае дали бы ремням. Так вот, послушай. Он детский хирург. Он уже сейчас, он... Ну вот сколько может прожить... Сколько на данный момент человеку лет, если он 45 лет в браке? Ну, много, мне кажется, да? Если 45 лет в браке в Америке, то, блин, ему уже должно быть 70 или больше. Он говорит, первое время, когда я начал думать о том, что я не мужчина, не мальчик, это когда, говорит, нас ежегодно на Рождество фотографировала мама. И я, говорит, сказала, я не хочу одевать майку брата. Она говорит, почему майку брата? Он говорит, ну я хочу, говорит, ну свою одежду, а не такую мальчковую как. Она говорит, ну окей, на следующую съемку мы пойдем каким-то, что хочешь. И он выбрал себе в девичьем отделе майку, а она сказала, говорит, ты не можешь, ты мальчик. В общем, в нем это все задавили. Задавили до такой степени, что он, ну он учился, там все как положено, там хайскул туда-сюда, показывают его фотографии, там, ну из их семейного альбома. В итоге он женится, он заводит двух детей. И в какой-то определенный момент, когда уже дети взрослые, они прожили много лет вместе, он подошел к своей жене и сказал, говорит, понимаешь, говорит, дорогая, все, вот, не могу, типа, душит меня это. Я, говорит, всю жизнь, ну, я женщина. Он говорит, я не могу так, говорит, ну, типа, я хочу операцию, я хочу гормонотерапию, я устал, я хочу, ну, грубо говоря, закончить свою жизнь так, как я хочу. Дети, баба-бра, дети были, теперь хочу жить так, как я хочу. И она его поддержала, она сказала, говорит, что мне, типа, ну, по большому счету, говорит, ну, нет, ну... Твой потенциал я уже использовал. Она его поддержала. И, главное, в момент, когда его возят с операционной, да, врач выходит и говорит, эта девочка, как природок, вручили ей его на каталке, ну, он в таком, ну, ну, может, это не прям после операции, но он, факт, что на такой еще, на перевозной каталке. Ну, в общем, он стал девочкой. Ну, в американских больницах очень часто даже человек, который может передвигаться, особенно в emergency room, возят на... На каталке возят, каталки. Везде, по всей больнице. Это такое правило, такая практика. И, в общем, они продолжают жить вместе. Он не смотрит на других, его никто не интересует, да, он со своей женой. Детям они преподнесли это на день папы, на Father's Day. Сказали, что у них теперь будет две, как бы, ну, мамы. Вот. А деться сколько лет? Да, конечно же, взрослые, там, по 30 чем-то лет дети. Вот. Они приняли это тоже хорошо, никто не стал отца осуждать. У него, я же еще раз говорю, что у него успешная карьера, все. Вот, ну, тут вопрос умалчивается, как его карьера там поменялась, не поменялась. Он отрастил очень красивое каре. С него девушка, женщина тоже получилась такая, ну, девочка, как девочка. Ну, женщина, ну, пожилая женщина, в общем, не скажешь, что фу, там мужик с каре. Нет. И, значит, тот, кто интервью у них брал, спрашивает, как у вас в плане сексуальной жизни? Ведь он же, говорит, ну, сменил полностью, говорит, как, как продолжается. И она сказала, что, говорит, вы знаете, говорит, когда люди друг друга любят, можно найти тысячи путей, как бы, чтобы доставлять друг другу удовольствие. Говорит, да и мы наш, не свой. И вот все. И он ходит в, ну, как я понимаю, наверное, в ее костюмах. Вот. Ну, понятно, не в ее. Ну, они живут, как две женщины вместе. Но они любят друг друга. Но она подчеркивает, что она не изменировала свою сексуальную ориентацию. Женщина этого прошлого мужчины. Потому что она говорит, другие женщины меня не интересуют. Говорит, меня интересует вот он, она, как человек, как персона, которую я люблю, с которой у меня 45 лет, типа, ну, прошлого. И нам хорошо вместе, и все хорошо. А помнишь, ты мне рассказывала, что и читала, и не смотрела, только давай национальности не будем называть, но где-то на постсоветском пространстве, на Востоке, отец кого-то убил, или сына, или дочку, вот за это. Ну, это я читала, это было давно уже. Ну, как даже. Что это было такое? Ну, Зай, я тоже сейчас подробностей особо не могу тебе так, чтобы передать в красках. Там жениться собирались? Ну, это ситуация была. Или менять пол? Да. Такое я читала. В общем, это очень ужасно. Урок по физре, точнее, по здоровому образу жизни, прошел замечательно. 11.20, класс начался, 12 часов. Ну, все, идите по домой, уже хватит, расхватились. Ну, а потом Марина пошла удивлять работников колледжа. У нас в принтере закончились чернила, мне нужно было кое-что, очень срочно распечатать. Я пришла, говорю, мне бы распечатать. Они говорят, ну, только распечатывай. Я говорю, так я бы как бы распечатала, но я говорю, я умею соединять принтер вместе с айпадом, только посредством блю-пупа. Посредством других вещей я не умею. Он говорит, вы что, ни разу это не делаете? Я говорю, как бы, это будет мой первый раз. Блю-пуп, это, задайте, блю-пуп уральские пельмени. Там соколов расскажет. Ну, в общем, парень этот немного вспотел в этом студенческом центре, но в итоге мы все распечатали, что надо. Он, походу, друг Соколова был, да? Нет, ну, он просто, я говорю, у меня, говорю, вся информация есть, говорю, и в Word, и есть, и в дропбоксе, говорю, только в Google Drive нет, говорю, ну, я знаю, как в дропбокс зайти. Он на меня смотрит и говорит, не, говорит, вы пошлите это себе на e-mail. Я говорю, в смысле себе, сама e-mail? Он говорит, да. Я говорю, так я не умею. Он опять вздохнул и говорит, ну, и хорошо, сейчас научимся. Ну, и, в общем, учились мы с ним около часа, там, ну, слава богу, распечатали. Так, а дропбокс у них на компьютере нельзя было открыть твой? Я ему и говорю, говорю, может, не надо ничего посылать. Говорю, мне муж сказал, что я могу просто, ну, на вашем компьютере, который связан с принтером, открыть мой дропбокс. Я знаю, как туда входить, пароли, все это. Говорю, и просто распечатать. Но, видимо, это был не наш путь. Наш путь был более мучительный. Мы отправлялись с моего дропбокса ко мне на e-mail. Потом, когда мы открыли все на компьютере, все равно нужно было подтверждение, что войти в дропбокс. Я все равно вводила все эти пароли. Оно открывалось в дропбоксе, и мы распечатывали по итогу все равно с дропбокса. Но делали это через мы. В общем, это был сложный путь, который мы преодолели. Я вам сказала, приходите, если еще что надо распечатать. Я говорю, да нет, мы лучше уж картридж поменяем дом. А потом у нас опять мы смотрели кино «Начало development в классе». И сейчас я расскажу вам историю. Это вообще, она просто прибила весь класс. В общем, мы сегодня разговаривали о культурах, о разных типах семей, опять же. О стереотипах. Я, естественно, поделилась главным стереотипом русские водки. Я говорю, да, конечно. Как русские, я говорю, белорусы, так сразу водка. Я говорю, нас же водку пьют все с утра до вечера, включая несовершеннолетних детей. Мы поржали. А потом она нам сказала, напишите 5 заблуждений именно о вас, как о персонах. Вот если о вас кто-то, типа, имел какие-то, там, типа, ну, к примеру, блондинка, тупая, там, блин, русские, водка, там, ну, там, я не знаю, какие еще. Мексиканцы, там, блин, острая еда, наркобароны, как у нас это было, да. Наркокурьер, наркокурьер, наркотрафик, кто-то говорил. Ну, и, в общем, женщина одна, она входит в это... Паранджа. Не в Паранджа. Ну, короче, вкладки. Проток полностью, как он называется. Ну, я не забыл. И, в общем, она говорит, что я часто помогаю в школе волонтерить, и, говорит, один мальчик, он из испаноговорящей семьи, он плохо говорит на английском, и я, говорит, подхожу, тебе помочь? Нет, не надо, говорит, он прямо от меня шарахается, да. И, в общем, это продолжалось, продолжалось вот с сентября месяца, ну, с начала этого года. А потом, говорит, как-то он увидел, что я разговариваю со своей дочкой, и он, говорит, на каком языке говорить? Говорит, как вы с ней можете разговаривать? Она говорит, ну, она моя дочь, мы с ней, говорит, разговариваем на арабском, типа, а что такое? Он говорит, ну, так ты же, типа, мусульманка, а её дочка не носит подушку. А она говорит, да, я мусульманка, и что? Он говорит, а это правда, что ты детей убиваешь? Она говорит, я, говорит, офигела, стою, типа, такая, да, говорю, нет, говорит, как, нет, естественно, говорит, кто тебе эту группу сказал? Он говорит, мне моя мама сказала, что, типа, с тобой нельзя общаться, потому что, типа, ну, бывают дети. Она говорит, я осталась просто, ну, в шоке стоящая, а он ушёл. Ну, а потом мы смотрели фильм, так как мы сейчас проходим то, что семьи бывают разные, мы смотрели тоже такое, как документальное кино, но оно на самом деле, я считаю, морально устарело, потому что фильм этот снят 19 лет назад о том, как живётся, о семье лесбиянок, о семье геев и... А, ну да, геи и лесбиянки. Две семьи, просто у меня в голове немножко всё мешается, потому что рассматривали четыре семьи, ну, короче, две семьи, где геи, и две семьи, где дети растут в семье лесбиянок. Вот. И я считаю, почему я считаю, что оно морально устарело, потому что я не думаю, что на самом деле сейчас в школе с кого-то будут смеяться с этого, или как-то, ну, обижать ребёнка на эту тему. Ну, вот где в семье геев как бы всё в порядке, там, в первой семье детям никто никаких, как бы, там проблем нет, но они ещё там и маленькие, на самом деле, детки. А где более пожирая пара лесбиянок, там девочки 15, мальчику 23 года. Так вот, девочку очень сильно, короче, обижали в школе, и она перешла на домашнее обучение. И на тот момент, когда снимался фильм, она уже два года обучалась в дом. В другой семье папа ушёл из семьи, потому что он всё-таки разобрал всё, что он гей. Как бы, ну, мама не запретила общаться, там всё в порядке, и дети, в общем, начинается история ихней семьи. То, что так, что сидит папа и мама, они сидят за таким рабочим календарём и типа распишут, а вот какие у вас права на субботу, они как бы, ну, 50 на 50. Согласовывают. Да, график согласовывают. Она как бы не против, что он берёт их в свою семью, где они уже живут со своим партнёром. И, ну, в общем, вот так. Ну, история вот этой женщины в хиджаб, она, по-моему, называется, в хиджабе. А по ранджанерам, это когда лицо полностью закрыто. А у неё лицо открыто, у неё только, ну, волосы прикрыты, и, в общем, она просто весь класс просто убила, прибила. И вообще, вот. А учительница сказала, на следующий класс подготовиться морально, потому что мы будем проходить насилие в семье и всякое такое, говорит, и поэтому. Ну, просто все же, я ещё раз говорю, что все очень эмоциональны, и все, она, говорит, поэтому будьте морально готовы. Вот. Я хочу добавить к этому следующее. Оно уже, так сказать, было сказано. Ну, как бы мы, я вставку пропустил. Недавно, смотря новости, что мы видели, Лукашенко сказал? Что бить детей в семье, это нормально. Что ремня иногда дать, это хорошо. Да. И что, типа, мужчина, женщина, если погоняет, то это тоже неплохо. Ну, он тоже, как бы, считает, что это, типа, как моменты воспитания. Так что, не будем делать выводов, каждый сделает выводы сам за себя, что правильно, что хорошо. Но история вот с этой женщиной очень, конечно, грустная и печальная. Ну, она не поделилась, как это, типа, как закончилось. Конечно. Ну, типа, там она ему сказала, нет-нет-нет, и они там стали общаться или что. Ну, вот она, она вот это вот рассказала. Стереотипы, это, конечно, очень серьезные, но, тем не менее, он есть, и от него никуда не денешься. Точно так, как русские, никуда не тянутся, наверное, уже никогда в жизни от водки. Так, наверное, на мусульманах вот это вот терроризм и прочее вот такое. Ну, это все очень ужасно и грустно. Вот, такой вот тяжелый был сегодня день и в плане, блин, каких-то историй, уроков, в смысле, и в плане, блин, замены краса. Ну, слава богу, это только на сегодня, пока ремонтируют лифт, блин, мы возвращаемся в нормальный кабинет. Всем хорошего дня, чтобы у всех было хорошее настроение. Разбивайте свои стереотипы. Да, учитель нам сказала, что работая учителем, вы должны быть открыты и типа... Прислушивайтесь к своим детям. Прислушивайтесь к себе. И пускай у всех все будет хорошо. Всем пока-пока. Всем хорошего настроения. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 DimaTorzok